Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях главный редактор «Московской правды» Шот Маладжанов. Здравствуйте, Шот Светович. Есть, на самом деле, московская тема. Она такая, как бы сказать, немножко связана с протестной активностью. Совсем немножко. Потому что освобождён от должности глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров. Он покидает вообще государственную службу, как нам сообщили, сообщил наш городоначальник. Но дело в том, что этот департамент, помимо всего прочего, занимается и рассмотрением заявок на массовые мероприятия. А имеет значение, кто возглавляет этот департамент? Вот как бы для жизни города. В нашей стране всё имеет значение, в том числе и личностный фактор. Никто не отменял, безусловно, от позиции человека, который руководит подразделением, в данном случае департаментом. Думаю, что кое-что зависит. Не скажу, что стратегические. Понятно, что не он принимает стратегические решения. Но тактические и какие-то конкретные случаи, я думаю, что решаются или там разруливаются, как у нас принято говорить, конкретным руководителям. И, конечно, от его личности что-то зависит. Алексея Майорова вы знали в этом качестве? Я не знаю его лично, так чтобы сказать, что мы с ним хорошо знакомы. Ну, знаю как человек, как чиновника знаю, да. Мне кажется, такой спокойный и нормальный чиновник, но... На его место придет Владимир Черников, который раньше был начальником департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма. Но до этого, вот почему этого человека я знаю гораздо лучше, поскольку он до упомянутого вами департамента, он возглавлял департамент СМИ и рекламы, которому я, как вы понимаете, имею некоторое касательство. И мы много с ним сталкивались и по делам, и по жизни. Я скажу, что вот это серьезный человек. В каком смысле? В смысле мракобес и борец, и душить и свободу? Вообще не мракобес. Наоборот, я, честно вам скажу, понятнее имею о политических и человеческих взглядах Майорова, поскольку, ну, говорю, мало очень с ним имел дел каких-то. А вот Черников человек достаточно самостоятельный, человек с энергетикой такой, достаточно мощный человек, который вот пока был в департаменте СМИ и рекламы, мне показался вполне таким вот слушающим собеседников, не только излагающим что-то. И таким, ну, дипломатичным он ищет, как правило, ищет выходы из каких-то сложных ситуаций в таком компромиссном плане, не в авторитарном, а в компромиссном. То есть вот на этой очень сложной позиции, мне кажется, что он будет вполне подходящим чиновникам. А вообще, насколько сейчас зависит от личности чиновника климат в Москве или всё-таки единый организм? Ну, мы можем много с вами рассуждать по поводу хорошего и плохого из того, что происходит в Москве, в том числе и в плане атмосферы, отношений там между какими-то слоями, группами населения и так далее. И даже вкуса, может быть, эстетического. И эстетического вкуса особенно. Но что касается вот той епархии, которую теперь будет возглавлять Владимир Черников, там действительно затронули очень серьёзную сферу. Это вот сфера, связанная с проведением массовых мероприятий, в том числе и протестных мероприятий в Москве. Но там ещё и противодействие коррупции, что очень интересно. Да, он бывший военный, такой человек правильный, но не спецслужб, а просто военный. Ну, кстати, на нём это, по-моему, не очень отразилось, такой нормальный, гуманитарный вполне человек. Значит, я хочу сказать, что от руководителя такого департамента в любом случае многое будет зависеть. В любом случае, даже, повторю, если решения какие-то такие важные, радикальные, крупноблочные принимаются на уровне мэра и его заместителей, то понятно, что от того, как руководитель департамента у себя построит работу, как он будет давать задачи своим сотрудникам, давать задания, какие документы будет поддерживать или не поддерживать, очень многое зависит. И мне кажется, что характер отношений, скажем, между департаментом и заявителями, вот, в смысле, проведения мероприятий, изменится обязательно. В лучшую сторону? Во всяком случае, то, что он станет более дипломатичным и компромиссным, точно. Ух ты! Я в этом уверен. Скажите, пожалуйста, вот, глядя на большие свершения, которые происходят в Москве, не страшно ли, что в какой-то момент просто уже Москва вызовет всеобщее недовольство? Потому что вот смотришь и гигантские свершения в сфере транспорта. Кольцо, всё, это же огромные деньги. Да ещё и бесплатно катают целый месяц. Новые запускается маршрутная сеть. Ну, в общем, жирует Москва. А потом сообщение из Петербурга. 50 тысяч рублей выделено на празднование Дня народного единства. 50 тысяч рублей. Шот, Саидович, у нас в Москве на эти деньги даже урну не поставят. На эти деньги в Москве даже не сделаешь не то, что там разработку этого мероприятия, но даже просто сценарий вот такой вот. Да просто никто не встанет на эти, чтобы что-то делать. Да, в Москве за 50 тысяч рублей сложно что-либо сделать. Но если говорить всерьёз, то Москва всегда раздражала провинцию. И во времена, когда мэром у нас был Лужков, она очень раздражала провинцию. И не тем, что мы жировали по-настоящему. Мы, в общем, не жировали, честно говоря. Но то, что, конечно, удавалось находить бюджетные какие-то линии на серьёзные проекты, скажем, метро. Я помню, как во многих регионах восприняли третье кольцо, построенное в Москве. Это тоже, в общем, по российским меркам очень крупный проект. То есть это было и будет, я думаю, всегда. Это во многих странах так к столицам, к мегаполисам относится довольно ревнимо. Сейчас когда говорится о том, что фонд благосостояния проеден, что в бюджете дырки, что вообще как-то нехорошо всё. В завершении этой своей эскапады хотел сказать, что это не означает, что Москве не надо думать об общероссийской ситуации. Что Москва может себе позволять использовать всё, что можно добыть и, так сказать, урвать из федерального бюджета. Потому что, конечно, всё-таки мне бы, например, хотелось, чтобы московская власть больше советовалась с горожанами. Например, вопрос о том, какой ширины должны быть тротуары на Садовом кольце. Мне лично, как человеку, который давно живёт в Москве, а именно 46 лет, так вот, и человеку, который очень давно водит машину, а именно почти 40 лет, так вот, мне бы хотелось, чтобы со мной посоветовались по поводу того, где надо или не надо делать парковки, где надо или не надо сужать проезжую часть, и нужны ли тротуары шириной 20 метров там, где проходит по 5-6 человек в час, и нужны ли велодорожки на бульварном кольце. Нам всегда говорят, что москвичи с жаром поддержали. Активные граждане голосуют со страшной силой. Я не знаю, кто именно поддержал. Я же не берусь говорить, что большинство считает так. Я не возьму на себя смелость сказать, что большинство стоит на моей точке зрения. Но если постоять минут 40 на тротуаре дороги на бульварном кольце, скажем, на Суворовском бульваре, например, или на Тверском, и посчитать, сколько велосипедистов проедет по велодорожке, даже не зимой, когда холодно, а их, кстати, оставляют и на зиму выделенными, эти велодорожки, но даже и летом, я думаю, больше десятка велосипедистов вряд ли кто-нибудь насчитает. А хорошо ли и правильно ли принято это решение, я сомневаюсь. Сомневающийся главный редактор газеты «Московская правда» Шот Муладжанов с своим особым мнением встретимся после небольшого перерыва. И снова с вами программа «Особое мнение» в студии Шот Муладжанов, главный редактор газеты «Московская правда». И вот насчет посоветоваться с гражданами пришла такая новость. Столичный департамент транспорта вновь предложит москвичам проголосовать за снижение разрешенной скорости на дорогах в центре Москвы до 50 км в час. Честно сказать, мне кажется, что это выглядит немножко популизмом, потому что, во-первых, это не главная проблема. Вообще-то это уже обсуждалось, да, и большинство тех, кто голосовал, я не скажу, что большинство москвичей, потому что, конечно, голосуют далеко не все москвичи, но большинство голосовавших были против введения этого ограничения в свое время, по-моему, пару лет назад. Так вот, мне кажется, что в центре Москвы ехать быстрее 60 км в час могут очень немногие... И только оснащенные мигалками. Да, по разделительным полосам. Ну, здесь у вас на Новом Арбате, например, да, или по Тверской. По Тверской там вообще нет разделительной полосы, там, в принципе, только можно, нарушая правила, в основном на большей части Тверской так ехать. Но я, во-первых, конечно, хотел бы знать, что такое центр города, потому что, если имеется в виду весь центральный округ, то я категорически против. И если речь идет о самом центре, скажем, границах Бульварного кольца, то там и так не разогнаться, там, дай бог, доползти со скоростью 10 км в час. То есть это пустой разговор. Я хотел бы понять для начала, какова цель вот этого ограничения, чтобы что. Что там, аварийность у нас большая в центре города, мне кажется, это вряд ли. То, что хулиганы есть, которые там в шашки играют, даже и на центральных, на самых центральных участках дороги, это правда. И вот с ними надо бороться. И мне кажется, если бы гаишники немножко пожестче с этими ребятами боролись, это было бы полезно и правильно. А ограничивать скорость, мне кажется, уже как-то это припоздали с этой мерой. Скажите, в заключение тогда уже этого московского блока, вы довольны последними результатами, именно транспортными всякими решениями, которые в городе были приняты? Вот я бы не стал обобщать, потому что есть какие-то грамотные решения. И, скажем, развязки в большинстве своем грамотные. Слава богу, отказались. Есть довольно хитрые, так с первого раза не разберешься. Это правда, разобраться иногда сложно, но, слава богу, отказались от этих клеверных листов, наконец, где-то, где въезжающие и выезжающие на эстакады вечно друг к дружке мешали. Сейчас в большинстве случаев все-таки более-менее удобно расположены въезды-выезды, и, по крайней мере, это не затрудняет движение, наоборот, улучшает его. Вот, скажем, на развязке Киевское шоссе, МКАД, например, очень неплохая, на мой взгляд, развязка сделана и грамотно. На Ленинградке, ну, это многострадальную... Ну, а общественный транспорт лучше стал? — Общественный транспорт, вот, тоже не стал бы обобщать, я не очень-то им пользуюсь, но вижу, как они ходят, эти автобусы и троллейбусы. Я больше там в своей машине перемещаюсь, но за рулем все-таки тоже обращаюсь на это внимание. И тоже везде по-разному. Где-то эти выделенные линии, они работают. На вот длинных трассах уровня Каширки, там, Варшавки, на каких-то участках, там, Ленинградки, они работают неплохо, эти выделенки. Где-то это просто надуманно и ухудшает движение, они улучшают его. И у нас, кстати, не добились, например, в Москве того, чтобы автобусы и троллейбусы, и маршрутки ездили тогда уж только по выделенным. Они, когда им удобно, едут по выделенным. Когда им неудобно или не хочется, они едут почему-то в общем потоке. Мне кажется, это неправильно. А маршрутов теперь вообще не будет? Ну, эти, как их там называют, автобусы местного значения. Ну, в некоторых случаях это довольно неправильно. Я не стал бы обобщать. Я бы только сказал, что строить, конечно, надо, особенно развязки. И я бы, конечно, на месте руководства города серьезно подумал о подземных переходах. Потому что полно осталось мест, где очень мешают движению или светофоры под пешеходов, или тем более нерегулируемые пешеходные переходы. Там что пешком ходить страшно, то что проезжать через них страшно. Потому что вот этот вот нынешний разгул демократии относительно пешеходов, когда они просто идут смело под колеса... Я вижу блеск в глазах автолюбителя. Вот. Все-таки это неправильно. Так не должно быть. А мне, наверное, вот как раз этот момент очень нравится, что во многих частях города можно вступить на проезжую часть и тебе уступят дорогу. Вы знаете, там, где реально остановиться, там, где реально культурно себя вести водителю, это хорошо. А там, где широченная дорога, 3, а то и 4, и там идет нерегулируемый пешеходный переход, но это несерьезно. Это неположенное место. И особенно, заканчивая эту тему, я бы особенно обратил внимание на те пешеходные переходы, которые находятся сразу, наземные, которые находятся сразу за поворотом. Вот это ужасно. Потому что иногда поворачиваешь, и выясняется, вот там 10 метров, и пешеходный переход, ты его не видишь из-за угла, там, или строение какое-нибудь, или деревья, еще что-нибудь, ты просто не видишь. А вы не гоните, Шут Саидыч. А тут и 40 километров хватит, чтобы наделать голову. Это правда. Вот интересуется наш слушатель. Две выставки в Москве закрылись после нападения так называемых патриотических сил. Государство это действие не осудило. То есть, дало добро на подобное действие в дальнейшем? Как вы считаете? Я считаю, что у каждой организации общественной, или даже у каждого, не побоюсь сказать, гражданина, может быть своя позиция относительно выставки или мероприятий, еще чего-нибудь. Как ее нужно выражать? Вот ее надо выражать, на мой взгляд, исключительно в виде позиции, а не в виде запрета. Непонятно. Про эту организацию, офицеры России, например, мы даже опубликовали это дело в газете, потому что мне непонятно, что это за организация. А кто ходит? Ветераны? Ну, они юные совсем, судя по лицу. Если они юные, то что это за организация? Офицеры России, которые находятся на действительной военной службе, на мой взгляд, они вообще-то не должны объединяться в общественной организации. Что-то мне так кажется почему-то. Они должны быть на службе. Вот я не могу сейчас точно сказать, я давно не считал закон, который это дело регулирует, но мне кажется, что те, кто находятся на действительной службе, они не должны состоять в общественных организациях. Ну, ладно, бог с ним, как они себя назвали? Хоть бы они назвали себя «Цветы России». Вопрос другой. Не-не-не-не-не-не. Вот «Цветы России», они ввели бы себя по-другому. Вряд ли бы они стали так себя жёстко и, я бы сказал, авторитарно вести в такой ситуации. «Цветы России» и «Цветочки», они бы там поблагоухали как-то, там что-то сказали, может быть, что-нибудь нарисовали там на плакатике и так далее. Здесь же люди действовали, как они привыкли на службе, а именно они... Там никто, судя по всему, нигде не служил. Вот надо выяснить, почему эта организация называется «Офицеры». Кто это должен выяснить? Представляет ли она всех офицеров России или только некоторых? По какому принципу? Там, судя по фотографиям и телесюжетам, там совершенно молодые ребята, которые, конечно, никакие не ветераны. Почему? Ведь я обратил внимание, потом как-то увидел сюжет, что эти же, не эти же люди, а из этой же организации «Офицеры России», а не какие-то рейды по притонам каким-то, ну или как там их назвать, там местам, где бывают... У нас уже много было всяких вариантов такого рода самоорганизации. Да, а почему? Ну так вопрос... Кто они такие? Кто они такие? Кто должен... Государство должно как-то их переговорить? Для начала полиция должна выяснить, почему общественная организация проводит рейды по объектам, которые являются чьей-нибудь частной собственностью. Это кто они такие? Если у них есть сигнал, например, что где-то кто-то развратничает, или там, не дай бог, наркотики продают и что, они должны, как все, сигнализировать в полицию, да, и как все, имеют право проследить за действиями полиции, контролировать результаты своих жалоб и так далее. Это имеют право. Но куда-то врываться и куда-то кого-то доставлять... Хорошо, кто должен подать жалобу? Прокуратура, прежде всего, должна прокуратура вмешаться. Это, я же говорю это на основании того, что я видел на федеральных телеканалах. А это, как известно, прокуратура, там и ФСБ... Они любят по телевидению ориентироваться. Они любят смотреть телепрограммы. Значит, они тоже могли это увидеть. В это надо вмешаться. Никакие общественные организации не имеют права на такого рода деятельность и действие, как я считаю. Вот. Если я не прав, ну, пусть прокуратура расскажет нам, что, оказывается, общественные организации могут действительно врываться в торговые учреждения и там проводить проверки товаров и цен, которые там происходят, выбрасывать на улицу эти товары, блокировать работу этих предприятий. Давайте разберемся. Хотелось бы. Шот Маложанов, главный редактор «Московской правды». Мы вернемся в эту студию после небольшого перерыва. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. На студии Шот Маложанов, главный редактор «Московской правды». И вот Дмитрий Мезенцев обращается к вам. Ну, вы же не будете отрицать, что этот мракобесный тренд явно идет, если не при поддержке, то при попустительстве Кремля и властей в целом. Будете отрицать? Абсолютно не буду отрицать. Я считаю, что, к сожалению, этот тренд, как выразился наш слушатель, он провоцируется, не только поощряется, но и провоцируется действиями власти и, в данном случае, правоохранительных органов, потому что вот в такого рода случаях, как там блокирование или там по существу закрытие выставок, испорченные скульптуры или полотна, атаки на торговые точки или там, скажем, заклеивание лобовых стекол автомобилей и так далее, на мой взгляд, федеральные, скажем, телеканалы, которые, как известно, шагу не ступят без одобрения сверху, они, в общем, героизируют вот эти всякие поступки. Это и есть самоорганизация. Вот. И мне кажется, что вот такое освещение этих действий, оно провоцирует новые действия такого же рода. Вот. Мы с вами тут впервые говорили, что тогда давайте каких-нибудь новых литературоведов в штатском заведём, которые будут выбрасывать книжки, которые им не нравятся, из библиотек или из магазинов книжных. Это может быть прямо подразделение Министерства культуры. Если это будет подразделение Министерства культуры, то мы будем опять обсуждать власть. А если это будет общественная организация, то это чистой воды, самовольная и совершенно, на мой взгляд, противозаконная деятельность. Ну, раз уж я сказала про министра культуры, отложили пока рассмотрение справедливости, или как это называется, законности учёной степени министра Мединского. Вы интересовались этим вопросом, что вменяется ему, как бы сказать, в вину? Вы знаете, я не шибко этим интересовался не потому, что мне это не интересно как событие, как конфликт, а потому что в той сфере, в той части нашей истории, о которой там идёт речь, я очень слабо разбираюсь. Если бы, скажем, эта работа была посвящена каким-то тем пластам историческим, которые мне интересны, в которых я что-то понимаю и разбираюсь, я бы попробовал даже почитать его нетленный труд и составить какое-то мнение. Вы иронически о нём говорите. Всё-таки, мне кажется, вы не совсем доверяете этой самой учёной степени. Если честно, я бы вообще чиновникам, которым сейчас, например, запретили, там, за границей там что-то иметь, там, ездить туда, там, без дела за границей, так далее. Ну, и бабушку-то не запретили, слава богу. Вот, я бы всё-таки подумал о том, чтобы они перестали защищать учёные степени, пока являются чиновниками, и пока вообще, вот, имеют какое-то отношение к власти, или, может, даже приостанавливал действия их этих всех многочисленных регалий, да, научных таких. Мне кажется, что чиновник, он и есть чиновник, учёный, он и есть учёный. Если ты учёный, занимайся наукой. А если ты чиновник, ну, занимайся своей работой, руководи там, продвигайся. Ну, что у нас министр образования перестанет быть доктором исторических наук от того, что он министр? Да пусть себе будет, если человек защитил диссертацию до того, как стал чиновником, это нормально, и пусть себе будет. Но давайте вот на время, пока человек становится чиновником, чиновником, не руководить там подразделением Академии наук, а именно чиновником, ну, давайте отставим в сторону эти его звания, видимо, не в этом дело. Мы же его работу как там министр культуры, или там, скажем, начальника департамента образования, или ещё чего-нибудь, мы же будем оценивать не по его научным знаниям и не по его научным регалиям. Так значит, если его сейчас лишат этой самой степени, это же никак не отразится на его позиции министра культуры? Это надо спросить у одного человека, который принимает решение по поводу назначения и увольнений. Вот он может только ответить на этот вопрос, отразится или нет. На мой взгляд, если будет доказано, что имеет место чистый плагиат, и... Там есть некое ещё какое-то, скажем, наукообразие и просто грубые ошибки, как пишут некоторые специалисты. Ошибки? Ошибки – это не криминал. Вот если там имеет место плагиат, и если имело место давление на аттестационную комиссию и злоупотребление служебным положением, то тогда такой человек не может, не должен быть министром. Есть просто дурацкая диссертация и список литературы фальшивый, например? Если так, то, конечно, надо... Тогда человек как минимум этические нормы нарушил. Я уж не знаю, как там насчёт юридических, правовых норм, но то, что он нарушил этические нормы, это очевидно. И тогда тот, кто назначает и увольняет министра, должен будет серьёзно на это дело посмотреть. Вот. А если речь идёт о каких-то вкусовых вещах, речь идёт об оценке научной глубины работы и так далее, ну, вряд ли тогда это должно серьёзно отразиться на каких-то чиновничьих перспективах, скажем. То есть, в принципе, человек с обычным высшим образованием может продолжать быть чиновником, и это не имеет значения, что они кандидаты и не руководители. Ну, мы с вами, наверное, вспомним много хороших, классных, хозяйственных руководителей, которые не имели... Но Минкульт – это всё-таки не хозяйственный руководитель, не совсем хозяйственный руководитель. Вот лучше бы он был больше хозяйственным руководителем, потому что меня, честно вам скажу, чем оценки каких-то непонятных выставок и так далее, меня больше волнует состояние московских музеев. И не московских, особенно не московских. В Москве более-менее ничего. А в провинции что с музеями, с музейными работниками творится? Сколько существует сейчас в провинции музеев, где вообще нет работников, потому что там предлагают оплату такую труда, что человек просто никакой за эти деньги даже ходить туда не будет, чтобы там работники. И так далее. Вот это меня волнует. Меня очень серьёзно волнует состояние музыкальных школ в провинции. Однажды музыкальным театром очень заинтересовалось Министерство культуры. Помните, был большой скандал? Да. Так может, это хорошо? Вот. По этой причине, мне кажется, что надо не культурой руководить, а надо помогать культуре жить и развиваться. Мне кажется, что у министра другой взгляд немножко на это. Как и на историю, так и на культуру. Да, может, поэтому и работы такие пишут. Ещё одна история. Адвокаты Антона Носика подали апелляцию, жалобу. Обжаловали вынесенный приговор по обвинению в экстремизме. И в этой жалобе адвокат указывает, что в действиях Носика отсутствует состав преступления и просит оправдать его. До этого суд признавал Носика виновным в экстремизме и назначен ему штраф в 500 тысяч рублей. Вы тут за кого? За суд или за Носика? Я вам скажу так, что в принципе я за свободу слова. И если человек распространяет там где-то в интернете или каким-то ещё образом... Да вот даже в этой студии, например. Ну, или в этой студии. Если он распространяет инструкции об изготовлении подрывных каких-то механизмов или там изготовлении неких взрывчатых веществ, то его надо сажать в тюрьму, даже не штрафовать. А если человек высказывает мнения, которые кому-то не нравятся, и мнения, которые действительно могут кого-то сподвигнуть, может быть, на какие-то размышления и так далее, мне кажется, что это не должно быть наказуемо в свободном обществе. Если это наказуемо в обществе, значит, оно не свободное. Ну, а вот то, что приговор был таким, как бы сказать, неокончательным, скажем так, это о чём говорит? Он компромиссный по той простой причине, что любой здравомыслящий человек понимает, что уж тюрьму-то сажать за такое точно нельзя. Ну, это вот на уровне здравомыслия. Я не беру здесь юридические всякие нюансы, но на уровне здравомыслия понятно, что он не призвал никого, ни на кого нападать и так далее. Тем более, что всё без него сделали. На самом деле, я считаю, что если государство имеет серьёзные претензии по поводу того, о чём человек говорит, скажем, публично, в радиоэфире, в телеэфире или в интернете, достаточно предупреждения, достаточно, скажем, если это действительно, скажем, по оценке юристов, действительно нехорошо и может иметь какие-то неприятные последствия для общественного порядка, порядка достаточно того даже, ну, при советской власти, ну, в её лучшие годы, а не в худшие, конечно, не в 1937-м, вот, существовала практика собеседований такого рода. Людям говорили, ну, ты это брось, потому-то и потому-то. А дальше он принимал решение, бросать ему или не бросать. Вот. Ну, по крайней мере, это, может быть, выглядит, ну, немножко так... Слушайте, если смотреть на тех людей, на тех специалистов, которые у нас все остальные вопросы решают, на тех экспертов, которые ищут или находят, или не находят экстремизм и так далее, я могу себе представить эти собеседования. Да бог бы с ними. Вот, Оль, вы знаете, я всё-таки достаточно, может быть, прагматичный человек, я вам скажу так, чем платить 500 тысяч рублей, лучше всё-таки послушать этого, скажем, не очень далёкого специалиста, да, покивать или поспорить, там, уже для себя потом принимать решение. Но 500 тысяч рублей для человека... Ну, я не думаю, что Антон Новосик сильно богатый человек. Всё равно, ну, для любого человека очень серьёзные деньги. Тем более, повторяю, я не очень понимаю смысл его вот проступка или, там, нарушения закона. Я не очень понимаю вот механизм того, как может негативно отразиться на жизни общества и государства нам нашего... Разжигание ненависти по принципу, по национальному признаку сирийца. Вот, это, во-первых, сирийцы, я не знаю, там, а во-вторых, честно говоря, на фоне того, что позволяли себе в предвыборных дискуссиях... Разжигать? Лидеры наших парламентских партий, я думаю, это совершенно безобидно, потому что, ну, извините, я, конечно, не очень подробно, но некоторые дискуссии, так щёлкая пультом телевизионным, я так слушал, ну, скажем, то, что касается, скажем... Социальная группа американцев. Да, наших отношений. Не только там с далёкими американцами, но и с нашими близкими соседями. Там были фразы, которые, на мой взгляд, вполне тянут на эти самые статьи по экстремизму. Давайте, может быть, попросим этих специалистов, упомянутых вами, посмотреть записи. Может, они там что-то интересное обнаружат. Спасибо большое. То есть, категорически вы не отвергаете статью про экстремизм, просто хотите как-то иначе её использовать. Вы знаете, я вообще по очень многим позициям нашего законодательства попросил бы, вот очень сильно попросил бы, там, новый состав Госдумы подумать о том, чтобы конкретизировать требования и позиции наших законов. Там надо точно сформулировать. От сих до сих экстремизм, до сих не экстремизм, а дальше уже следующая статья гораздо более жестокая. Шот Маладжанов, главный редактор «Московской правды» со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok